Здравствуйте, ребята! Меня зовут Лишенко Ольга Васильевна. Мы проведем с вами сегодня урок русского языка. Для урока нам понадобится ручка, тетрадь и учебник. Вот уже на нескольких уроках мы с вами изучаем модуль «Два вечных чувства дружбы и любовь». Но сегодняшний урок мы посвящаем грамматике. На этом уроке мы познакомимся с вами с видами предаточных обстоятельств, средствами связи, предложениях этого типа, узнаем, на какие вопросы они отвечают. Попробуем выполнить упражнение из нашего учебника на странице 112, упражнение 1. Запишите эти предложения и сравните, на какие вопросы отвечают выделенные части предложения. Остановите ролик «Выполним задание». Итак, ребята, выделенные части предложения в левом и в правом столбике отвечают на одни и те же вопросы. А также вы заметили, что в левом столбике это простые предложения, а в правом – сложные. Задайте вопрос к каждому из этих предложений. Многое можно понять при желании. Многое можно понять, если желаешь. Вопрос «При каком условии?» Мы встретились поговорить о друге. Мы встретились, чтобы поговорить о друге. Вопрос «Зачем?» Мы опоздали из-за дождя. Мы опоздали, потому что шел дождь. Почему? Я приду вечером. Я приду, когда наступит вечер. Когда? Итак, сделаем вы. Предаточные обстоятельственные отвечают на вопросы обстоятельств, раскрывают смысл всего главного предложения или только сочетание слов «знёк». Рассмотрите таблицу. Какие виды предаточных вы можете назвать? Итак, предаточные, образодействия, место, времени, условия, причины, цели. Давайте потренируемся с вами использовать сложно подчинённые предаточные обстоятельственные. Выполните упражнение номер 5 на странице 113. Из двух простых предложений составьте одно сложное. У нас будет свободное время. Мы пойдём в кино. Что у вас получилось? Проверим? Если у нас будет свободное время, мы пойдём в кино. Он кончит заниматься, мы пойдём гулять. Мы пойдём гулять, когда он кончит заниматься. Мы внимательно слушали, когда учитель объяснял урок. Он приехал в Кишинёв недавно. Он плохо знает наш город. Он приехал в Кишинёв недавно, поэтому он плохо знает наш город. Аурелл вчера много занимался. Сегодня он хорошо написал контрольную работу. Аурелл вчера много занимался, поэтому сегодня он хорошо написал контрольную работу. Мы сидели дома весь вечер, потому что на улице была плохая погода. Мы сидели дома весь вечер, потому что на улице была плохая погода. А теперь остановите ролик и попробуйте выполнить следующее задание. Упражнение 4 на странице 113. Закончите эти предложения. Никогда не бывает скучно. Сначала всё обдумай. Мне особенно интересно, я возвращаюсь мыслью туда. Его голос звучал бодро и уверенно. Итак, ребята, давайте проверим, как вы выполнили это упражнение. Никогда не бывает скучно, если есть интересная книга. Сначала всё обдумай, чтобы принять правильное решение. Мне особенно интересно, когда я в центре внимания. Я возвращаюсь мыслью туда, где сердцу было приятно. Его голос звучал бодро и уверенно, потому что правда была на его стороне. Итак, ребята, сделаем вывод. Чтобы определить вид предаточного предложения, нужно задать вопрос. Предаточные обстоятельственные предложения отвечают на те же вопросы, что и обстоятельства. Мы с вами узнали, что предаточные обстоятельственные отвечают на вопросы и обстоятельства. Определили вид предаточных обстоятельств, определили средства связи в этих предложениях. Мы сейчас изучаем модуль «Всё начинается с любви». Ребята, а как бы вы ответили на эти вопросы? Как вы думаете, можно ли жить без любви? Почему вы так думаете? Что было бы в мире, если бы исчезла любовь? Подумайте над этими вопросами, обсудите их со своими друзьями, а в своих ответах используйте сложно подчинённые предложения, те, о которых мы сегодня говорили. На этом наш урок подходит к концу. Я говорю вам до свидания. Редактор субтитров А.Семкин